Новый 2022 год для Елизаветы II начался с новых потрясений. Британская королевская семья снова оказалась вовлечена в скандал. На этот раз нелицеприятные новости коснулись покойного супруга ее величества, принца Филиппа. У герцога объявился предполагаемый незаконнорожденный сын, некий Гюнтер Фоке, который на днях выпустил книгу, где рассказал историю о прошлой жизни супруга 95-летней британской королевы. Как рассказывает Фоке в своих мемуарах, Филипп и его мать Мария Каролина встретились в 1945 году. Молодой лейтенант прибыл в Германию на боевом корабле. Вскоре эффектный британский офицер влюбился в молодую барменшу и соблазнил ее. Мать Гюнтера на тот момент была замужем, но ее муж числился пропавшим без вести на войне. По словам автора, вскоре после окончания Второй мировой войны Мария Каролина поняла, что ждет ребенка. К этому времени Филипп уже вернулся в Британию. Интересно, что будущий муж королевы, узнав о том, что станет отцом, якобы приехал в Германию, чтобы просить Марии Каролину отдать ему ребенка после рождения, но мать Фоке отказалась от этого предложения. К тому же после окончания войны ее законный супруг вернулся домой. Как оказалось, он был жив и долгое время находился в плену. Вчера в Нью-Йорке состоялось слушание по делу о сексуальном насилии принца Эндрю над американкой Вирджинией Джуффри. Сын королевы Елизаветы II потерпел очередное фиаско. 38-летняя Вирджиния – одна из самых громких жертв сексуального преступника, друга герцога Йоркского, миллиардера Джеффри Эпштейна. Женщина утверждает, что Эпштейн и его подруга Гислеин Максвелл трижды принуждали ее к интимной связи с Эндрю, когда ей было 17 лет. Однако 61-летний принц категорически отрицает эти утверждения и говорит, что не помнит, чтобы он когда-то встречался с Джуффри. Адвокат королевского сына пытался убедить суд в том, что Вирджиния Джуффри отказалась от своего права подавать на принца в суд, когда подписала юридическое соглашение на сумму 370 тысяч фунтов стерлингов 500 тысяч долларов с Джеффри Эпштейном. В документе Джуффри согласилась освободить и оправдать не только Эпштейна, но и любое другое физическое или юридическое лицо, которое могло быть привлечено в качестве потенциального ответчика. Судья Льюис Каплан отклонил аргумент адвоката, заявив, что часть соглашения 2009 года, защищающая других потенциальных ответчиков, на которую ссылаются защитники принца Эндрю, была неясной и указал на два предложения в тексте, которые указывают на то, что сын Елизаветы II не вправе опираться на это соглашение. Несмотря на то, что судья не вынес своего решения в завершении слушания, он ясно дал понять, что не склоняется на сторону Эндрю. Поскольку отверг большую часть аргументов, предложенных защитником принца, мистером Бретлером, который заявил, что дело должно быть окончательно прекращено. Результатами любопытного исследования поделилось издание «Экспресс». В статье приведены данные по количеству запросов пользователей Google, которые интересуются королевскими ювелирными украшениями. Так, на первом месте оказалась Меган Маркл и ее обручальное кольцо стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, более 10 миллионов рублей. Дизайн украшения был разработан лично принцем Гарри. Кольцо украшено бриллиантом из бацваны и двумя бриллиантами меньшего размера из собственной коллекции принцессы Дианы. С результатом в 20 тысячах запросов в месяц герцогиня Сасекская возглавила рейтинг. Примечательно, что обручальное кольцо Кейт Мидлтон, которое было украшено синим сапфиром овальной формы весом 12 карат с нимбом из бриллиантов, оказалось лишь на втором месте списка с большим отрывом от соперницы 8200 запросов в месяц. На третьей строчке значится имя Грейс Келли, 3900 запросов в месяц. Кольцо с десятикаратным бриллиантом изумрудной огранки от кортье стоимостью почти трех миллионов фунтов стерлингов ей преподнес князь Монако Ринье III. На четвертом и пятом местах рейтинга оказались обручальные кольца принцессы Маргарет и королевы Елизаветы II. Соответственно, ее величество получило в подарок ювелирное украшение от принца Филиппа в 1947 году. Приближается особый день для Кейт Мидлтон. На этой неделе герцогине исполнится 40 лет. Подготовка ко дню рождения идет полным ходом, и нет никаких сомнений, что муж и дети леди Кэтрин приложат все усилия, чтобы обрадовать именинницу. Принц Уильям, как известно, часто преподносит жене драгоценные украшения, в том числе фамильные, многие из которых наполнены символизмом, недоступным для посторонних. Впрочем, даже ему случалось ошибаться с выбором подарка. Когда герцог Кембриджский принимал участие в записи подкаста на BBC Radio 5 Live, речь зашла о неудачных презентах. Ведущий шоу Питер Крауч поделился историей о том, как он три года подряд покупал дождевики на день рождения своей жены-модели. После этого Уильям выступил с ответным признанием. «Однажды я вручил своей жене бинокль», — рассказал он, — «это было в начале наших отношений, и с тех пор она постоянно напоминает мне об этом. Честно говоря, я и сам не знаю, при чем тут бинокль». Но в тот момент мне казалось, что это отличная идея. Очевидно, за годы совместной жизни принц успешно реабилитировался, так что для него не составит труда найти идеальный подарок к юбилею своей любимой супруги. Напомним, однако, что королевская семья взяла курс на сокращение расходов. Так, в день рождения герцогини Кембриджской не будут звонить колокола Вестминстерского аббатства. Отныне эта привилегия остается за ее величеством и главным наследником, принцем Чарльзом. Накануне наступления Нового года Елизавета II совершенно неожиданно сделала стратегически важный жест в адрес супруги принца Чарльза. Она возвела Камилу, герцогиню Корнуольскую, в статус королевской дамы благороднейшего ордена подвязки. Такой ранг имеют право получить лишь избранные жители Великобритании в знак благодарности за огромный вклад в поддержку и развитие института монархии. Такая благосклонность Елизаветы II стала полной неожиданностью для поклонников королевской семьи, которые были уверены, что следующими правителями станут принц Уильям и Кейт Мидлтон. В пользу этой версии указывало весьма прохладное отношение Ее Величества к герцогине Корнуольской. Также сообщалось, что достойного преемника Елизавета II видела исключительно в молодом и энергичном Уильяме, который не раз доказывал свою приверженность идеалам монархии. Кроме того, он и его супруга, Кейт Мидлтон, с их безупречной репутацией являются наглядным примером современных правителей, способных вдохновить поданных и укрепить имидж монархии во всем мире. Однако королева все же выделила Камилу Паркер-Боулс накануне Нового года, что, по мнению королевских экспертов, является намеком на то, что именно она станет королевой и консортом в обозримом будущем. «Я несказанно горжусь тем, что новаторская работа моего супруга была продолжена и приумножена нашим старшим сыном Чарльзом и его старшим сыном Уильямом при замечательной поддержке Камилы и Кэтрин». В том числе совсем недавно на саммите по изменению климата в Глазго отметила Елизавета II в своей рождественской речи. Публика и эксперты просто обожают вешать ярлыки на представителей королевской семьи или публичных людей. Так однажды фанаты принцессы Монако Шарлен сравнили ее с Кейт Мидлтон, на которую первая никогда не хотела быть похожей. Конечно, реакция Шарлен понятна, но трудно отрицать тот факт, что между монаршами особыми сходств даже больше, чем различий. Во-первых, обе женщины происходят из аристократических семей, и они связали свою жизнь с главными наследниками королевского престола. Забавно, но свадьбы этих монарших особ состоялись именно в 2011 году. Более того, у каждой из них есть свекровь, которой буквально одержима публика. Со стороны Кейт Мидлтон это всеми любимая принцесса Диана, а у Шарлен – американская актриса Грейс Келли, которую публика прозвала «ледяной принцессой» и «королевой Голливуда», ставшей княгиней Монако. Также многие отметили похожие нити судьбы между принцессой Дианой и Шарлен. После того, как принц и принцесса Уэльски официально объявили о своей помолвке, Диана жила в Букингемском дворце, где была полностью изолирована от друзей, надоедливых журналистов и любопытной публики. Принцесса Шарлен также прошла это испытание золотой клеткой. Кроме того, она не просто находилась в заперти, но и не говорила по-французски, то есть на местном языке. Если их отношения были сказочным романом, то эту историю написали братья Гримм, написала Роско-Арт об отношениях пары.